Привет, с вами Велсаком. 25 тысяч рублей стоит AirPods Pro. Нихрена себе здрасте. То есть я купил себе какой-нибудь свеженький смартфончик, думаю AirPods и за тарю 25. Нет, спасибо. У нас с вами кризис в стране. Вообще вы видели курс доллара и евро. Вообще страшно представить. Поэтому хочется что-то такое, знаете, классное, не очень дорогое, в идеале тысяч до 10 рублей. Но чтобы это было современное и вот с активным шумодавом, понятно дело. И вы знаете, кто нам помогает? Ребята из Huawei, потому что они представили новую модельку Huawei 4i. Зашлите мне эту радость. Вот такие вот. Хочешь черные, хочешь красные, хочешь белые. И смотрите, какая штука. Я достаю свой смартфон, вот этот яблочный, сканирую QR-код, скачиваю соответствующее приложение из App Store и могу эти наушники со всеми фишечками использовать на своем айфоне. Что мы с вами сейчас и сделаем. Собственно, новинка. Поехали. Как вы понимаете, в экосистеме Huawei все работает максимально наглядно. Мы берем FreeBuds Pro, мы берем Huawei P40 Pro и, конечно же, когда я открываю кейс, у меня здесь появляются приятные анимации и я все могу делать непосредственно в оболочке. И это замечательно. Но! Когда мы говорим о подключении AirPods к Android, либо, допустим, тех же Huawei FreeBuds 4i к iPhone, нам нужна какая-то вот эта прокладка. Собственно, Huawei сделал соответствующее приложение, которое называется iLife. Попробуем, как они работают на Huawei, но мне это в первую очередь стало интересно. Я, честно говоря, думал, что вообще ничего там адекватного нет, а оказывается, все давно уже в лучшем виде существует. Собственно, как вы понимаете, 4i это прямое продолжение наушников 3i. И стоят они, давайте я сразу разорву вам шаблон, 8000 рублей. По ссылочке в описании можете замутить предзаказ, там всяческие приятные вот эти все моменты. Но! 3i наушники были окей. Они были хорошие для своего времени. Однако прошло не так много, собственно, с момента их релиза. Выходит FreeBuds 4i, который во всем лучше. Во-первых, здесь у нас с вами 10 часов работы от батареи, от одного заряда наушников. Представляете, у FreeBuds 3i, если вы забыли, 3,5 часа. Почти в три раза больше. Это круто. Более того, здесь быстрая зарядка, которая обеспечит вам 4 часа проигрывания музыки за 10 минут зарядки наушников в кейсах. Сами наушники стали легче, батарейка внутри стала больше. 10-миллиметровый драйвер, который обеспечивает хорошее качество звука. А также у нас с вами есть еще прикольная фишка Call Noise Cancellation. То есть вроде как и звонки должны быть очень качественными и чистыми. То есть эти наушники классно использовать как hands-free гарнитуру. Не говоря уже о том, что здесь есть действительно активный шумодав с разными настройками. В общем, звучит очень круто. Хочется попробовать. Давайте посмотрим, что лежит в коробке для начала. У нас с вами видно по картинке черная версия. И это, знаете, достаточно компактные наушники. То есть они прям вот действительно очень симпатичные. Они похожи даже, я не знаю, ну пускай это будет типа гальки что-то, да, такой камешек приятный. На самом деле дизайн, в общем-то, лаконичный. Сам кейс очень небольшой. И мне кажется, это замечательно. Конечно же, нам нужно эти наушники как-то заряжать. И у нас с вами есть вот такой вот провод USB-A, USB-C. Здесь, соответственно, разъем USB-C. И мы с вами это все в лучшем виде заряжаем. Либо от компьютера, либо от какого-либо еще блока питания. Кроме всего прочего, у нас с вами есть здесь, конечно же, разные резиночки. Потому что это внутриканальные наушники. Затычки в простонародье. И, соответственно, по умолчанию стоят средние. А также есть большие и маленькие, если у вас уши соответствующего размера. И прям много всяких полезных бумажек, но мы не будем на них останавливаться. Собственно, это Bluetooth-наушники, поэтому их можно подключить к любому смартфону. И я могу сделать это непосредственно у себя в iPhone. Я вижу их в устройствах. Подключаю Huawei FreeBuds 4i. Вот они у меня есть. Могу управлять всеми основными функциями. Но через приложение я могу управлять активным шумодавом. Менять всевозможные настройки, обновлять и так далее. То есть за 8000 рублей я получаю прямо классное решение. Могу использовать с любым смартфоном. Но, давайте я продемонстрирую вам, как это работает непосредственно на Huawei. Благо здесь это все реализовано прямо непосредственно в системе. Смотри, подключил они. Сразу хотят обновиться. Ничего себе. Загрузить, установить. Какое-то... Значит, тут что-то изменилось. Оптимизация. Снижение задержки в играх. Оптимизация параметров и алгоритмов аудио. Для оптимизации шумоподавления и качества вызовов. Представляешь себе? Кайф. 1,11 мегабайта. Ждем. Собственно, мы с вами уже привыкли к таким радостям. Открываешь крышечку. Снизу показывается сервисная информация. Что наушники подключились. Заряд каждого. Заряд кейса. И все это замечательно. Кстати, с кейсом вы можете слушать музыку 22 часа. Вот так это все работает. Ну, а теперь залетаем в интерфейс и смотрим, как это все выглядит. Собственно, есть несколько настроек. Вы можете включить шумоподавление, выключить. Либо есть звукопроницаемость. Это когда вы с помощью микрофонов слышите, что происходит вокруг. В случае с Huawei FreeBuds 4i достаточно деликатно все это сделано. Нет ощущения, что ты начинаешь слышать лучше, а ведь это дезориентирует. Просто качественно, как будто у тебя нет в ушах никаких затычек. И это замечательно. У нас с вами есть управление. И вы можете посмотреть, какие жесты и какие нажатия за что отвечают. У нас есть двойное. Нажатие и удержание. Все это можно, соответственно, перенастроить. И это замечательно. То есть левый наушник может либо воспроизводить музыку или ставить на паузу, может активировать голосовой помощник и прочие радости делать. Это замечательно. При этом, что особенно приятно, на какие-то жесты есть еще и голосовые команды. Например, нажать, подержать. Выключил шумоподавление. Включил как раз режим прозрачности. Еще раз так сделал. Выключил шумодав полностью. В случае с FreeBuds Pro вы можете еще управлять степенью шумодава, но они и подороже будут. А эти за свои 8000 имеют базовые возможности. И мне кажется, с этим неплохо справляются. Но! Теперь давайте их, собственно, послушаем. Потому что это все-таки наушники. И какие бы навороты там не были, главное, чтобы они хорошо играли. Ну и, конечно, сидели в ушах. Слушай, мне вот эта средняя резинка вполне залетает. По дизайну, кстати, они очень похожи на Huawei FreeBuds 3i. Здесь особо изобретать ничего не стали. Но вот то, что они легче, точно ощущается. И они действительно комфортно сидят в ухе. Прямо. Угу. Залетаем в Яндекс.Музыку. Попробуем послушать. Угу. Достал, встали на паузу. Слушай, действительно, очень качественно звук. Прямо даже какие-то низы есть. Прямо какой-то бас чувствуется. При этом еще и даже верх присутствует и низ. Ну, то есть, для таких небольших наушников это неплохая история. Собственно, теперь хочется проверить наушники в формате гарнитуры. Так, мне звонят. Алло. Так, как меня слышно? Хорошо слышно. У меня звук идет в два наушника. Соответственно, мне тоже комфортно. Могу один достать и продолжить говорить по одному. Опять же, достаточно бюджетная версия хорошей hands-free гарнитуры. Единственное, я читал, что их не очень удобно класть непосредственно в кейсы, доставать из кейса. Благо, ножка вот у них такая достаточно длинная. Конечно же, они примагничиваются, поэтому вы не можете их вот так просто потерять. Да, согласен. Вот единственный момент, что их не очень удобно доставать непосредственно из кейса, потому что не за что зацепиться. И ты должен как бы немножко приложить усилие. Это единственное, к чему я могу, собственно, докопаться с точки зрения дизайна. В остальном сидят комфортно, достаточно эргономичные. Но, собственно, любые True Wireless наушники сегодня обеспечивают, опять же, примерно одинаковый экспириенс. Но здесь у нас с вами цена адекватная. Huawei известный бренд. И всякие фишечки приятные. Работает со всеми устройствами. Где бы вам было комфортно, там можете их и использовать. В общем, народ, если вы искали достаточно бюджетную версию наушников с активным шумодавом, там свеженькие 4i, это прям то, что нужно. Либо для вас есть еще Pro-версия, там уж смотрите, что вам больше нравится. Вообще, на самом деле, конечно же, рынок огромный. Но Huawei здесь, видите, не сердит, сложа руки. И постоянно обновляет свои наушники для того, чтобы вы получали максимальный экспириенс. Мне понравились. По цене AirPods Pro можно купить практически три разных цветов, понимаешь? Белый, красный и черный. И раздарить всем друзьям. Спасибо, что смотрели это видео. Давайте мы разыграем, собственно. А что нам стоит-то, да? Мы можем три штуки разыграть, да? Давай, белый, красный и черный мы разыгрываем. Народ, в описании к этому видео полные правила. Как обычно, вам нужно сделать всего ничего. Подписаться или быть подписанным на канал. Оставить один комментарий, как вы вообще, какими наушниками вы пользуетесь сейчас. Давайте вот так сделаем. И, собственно, лайк опционально на этот видос. И в конце апреля мы подводим итоги. Три версии Huawei FreeBuds 4i мы разыграем в этом видосе. Наушники действительно классные. Я думаю, что будут хитом. Я прям чувствую, что это будет достаточно интересный продукт. Спасибо, что смотрели это видео. Увидимся.